Мой джерговый лайт-комплект начался с такого же воблера, купленного за сотню в году в 2009. Спустя год забвения, осенним бесклевным днем, безлопастник получил наконец свой шанс. Одетый тогда без особой надежды, он неожиданно начал таскать с мелководья вполне зачетных щуп. В дальнейшем он продолжил в том же духе, особенно после смены крючков из-за частых сходов. Между тем, тонкий бюджетный пластик, не готовый к такому успеху у щук, уступил их натиску. Это его копия, да и ловил я тогда с лодки, но тем же спиннингом, катушкой и даже плетенкой. Замены в магазинах ему не нашлось, к тому же я не запомнил название модели на упаковке. Как позже выяснилось, пожелавший остаться неизвестным производитель, дал ему имя Джеркбейт. Но тогда, еще не ведая таких слов, я занялся поисками иных безлопастных воблеров. Они закончились покупкой плавающего слайдера 10, добытого со скидкой в Атеме. Возможно, именно этого, хотя крючки на нем я позднее также заменил. Об анимации короткоходов я имел тогда не большее понятие, чем местные щуки. Но в любом случае, хватали они его довольно охотно. Окажись он менее уловист, мое общение с легкими Джерками на этом, возможно, бы и закончилось. Но его успех вдохновил на увеличение коллекции по той же бюджетной схеме. А купленная позже исходная модель стала почему-то меньше восхищать как меня, так и зубастых.